Пренебрежительное отношение к режиму самоизоляции – плохой выбор. Пока кто-то скептически смотрит на происходящее, они, рискуя собственным здоровьем, работают в режиме 24 на 7. Медицинские работники. Действительно трудно переоценить их ежедневный труд. В период пандемии в Щелковской областной больнице в филиале номер один на улице Краснознаменская оборудован инфекционный корпус. Здесь на рабочую смену ежедневно выходят более 20 медиков. Сейчас в открытом инфекционном корпусе в смену выходят 16 человек, плюс бывают еще врачи-консультанты, потому что пациенты попадают не только с заболеваниями, еще и с сопутствующими – кардиологи, неврологи, но это по необходимости. Общее количество работников, которые мы в этом корпусе имеем, с учетом сменности работы, чуть больше 50 человек. Нагрузка в 5-6 раз больше, чем в обычное время с обычными пановыми пациентами. На сегодняшний момент больных с коронавирусной инфекцией достаточно много у нас в округе. Они госпитализируются в наш перепрофилированный стационар, который располагается на базе филиала номер один Щелковской областной больницы. На сегодняшний момент здесь 70 коек развернуто. Мы можем оказать всю полностью помощь всеми возможными медикаментами и аппаратами искусственной вентиляции легких. Также полностью оборудовано наше анимационное отделение, которое развернуто на 12 коек. Они работают ради нас. Многие не видятся с близкими, тем самым защищая и их. Ведь задача у врачей всегда была и остается одна – стоять на страже здоровья человека. Коллеги работают в усиленном режиме, в средствах индивидуальной защиты. Безусловно, это тяжело. Каждый из нас может это на себе прочувствовать, одев маску и просто походить. А наши коллеги 12 часов, причем в режиме с респираторами, с масками, в полной защите, наказывают медицинскую помощь нашим заболевшим, которые находятся в корпусе. Тяжело, непросто. Но мы работаем, работаем для жителей, для вас. Сделаем все возможное, чтобы оказать своевременную качество медицинской помощи и добиться выздоровления. Сегодня медики призывают всех только к одному – осознанно подходить к своему здоровью и здоровью близких в условиях пандемии коронавируса. Мы стараемся для вас, просим, чтобы поменьше вы выходили, соблюдали социальную дистанцию. При малейших видимых причинах заболеваний просим вас незамедлительно обращаться к лечу, желательно вызывая его на дом, не посещая медицинские организации. Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, контактным путем. Поэтому основное, что мы должны соблюдать, это расстояние не меньше полутора-двух метров между людьми. Второе – это обрабатывать, мыть руки, не трогать лицо, не тереть глаза. Это основные принципы, которые могут защитить вас.